хочу вас поприветствовать дорогие мои женщины всегда с огромным удовольствием встречаюсь с вами в прямом эфире значит очень люблю с вами встречаться люблю очень новеньких потому что вопросы такие замечательные от вас исходят по поводу любви такие красивые приятные но когда вы узнаете все любви вас ждет не разочарование нет но приятный сюрприз приятный сюрприз в общем понимает что есть в этом смысл но откладывают отступают и уходят через некоторое время они мне присылают такие письма что появился мой мужчина которого в общем-то это который ушел от меня теперь что с ним делать что с ним делать я не знаю что с ним делать дайте мне знание дайте мне совет вот или например женщины есть такие которые попадают ко мне в состоянии скажем шока когда я их вывожу привожу в чувства даю им понимание все 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 женщина говорит да 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 знание полностью не берется только какая-то выбранная часть но мне объясняют тем что материальное положение сложности и все такое прочее вот но и потом вообще муж уже развелся со мной он уже ушел то есть не было никакого смысла что-то восстанавливать и женщина уходит в подполье женщина уходит в такую тихую вялотекущую депрессию и в этом состоянии остается на долгое время но ненадолгое потому что мужчина ее возвращается и говорит а я оказывается тебя любил все эти годы и я дурак что я с тобой развелся а женщина мне присылает записку а как мне себя вести а попались а я говорю а что я вам сейчас как вам себя вести теории любви это язык это это подобно науке которую нужно изучать причем это многоуровневая наука ее нельзя изучить в одночасье раз они почему советы не действуют почему не действуют какие-то знаете манипулятивные способы почему потому что за этим нету знаний поэтому за любым советом который вам дала подружка или кто-либо имейте ввиду вы каждая из своих подружек вы на разных уровнях психологических отношений с мужчинами и то что мне делать когда вы не готовы к мужчине или некоторые девушки говорят ну хорошо я к вам вернусь когда у меня кто-нибудь появится ну так извините а у мужчина появляется и что вам с ним делать он же вас мужчина же вы заметьте раз встреча два встреча он видит что вы не того и исчезает правильно дайте мне да мужчина видит что вы не совсем да мужчина не может распознать вас ту которой вы как думаете вы являетесь вы не умеете себя презентовать поэтому о чем я хочу сказать помните мужчины рядом это не то что вы на одной планете они на другой это так образно говорится о психологическом состоянии мы разные мы говорим на разном языке нам нужно разное друг от друга и это нужно тоже понимать и мы должны мужчинам дать то что они хотят и взять от них то что мы хотим понимаете и за этим стоит целая наука те девочки которые у меня выискивают просто пытаются найти средства манипуляции из моих знаний а у меня их нет я их исключаю там стоит совершенно четкие действия которые по определению обозначают конкретный смысл там где есть смысл ваших действий это ваша так скажем политика отношений это ваше понимание жизни как себя презентовать как вести мужчину во взаимоотношениях для того чтобы ваши отношения всегда были успешными этому я учу и я даю женщин женщинам даю не советы а рекомендации и я с ними обсуждаю поступить в той или иной ситуации так или иначе в с учетом знаний которые они получают только так только так и никак иначе любовь это сырой материал который вам предлагается вот вам дано ваша задача в умелых ваших ручках и с умной головочкой правильно использовать правильно использовать знания для того чтобы любовь любовь сформировалась из состояния незрелого влюбленность в любовь зрелую где так скажем настоящий настоящее чувство присутствует и стабильность отношений вас ждет сенсационное открытие далее имеем ли мы право на ошибку чувство вины который нам не дает покоя почему мы думаем что в тех или иных отношениях мы были виноваты и по этой причине были оставлены мужчиной то есть мы сегодня коснемся очень интимных таких слоев взаимоотношений но если у нас там хватит времени я вам еще подкину несколько тем как узнать любит ли меня мужчина и еще продолжение разговора по душам итак первый вопрос как вы думаете от кого или от чего зависит благополучие нашей жизни ваши варианты ответов пожалуйста что является от нас от нас самих от нас от женщины от себя кто-нибудь есть кто так не считает смотрите дело в том что современное общество понимает что наша жизнь зависит от нас и результат сегодняшней жизни это скажем это это продукт труда нашего вчерашнего дня правильно все это понимают но никто не трудится думаю от бога тоже да если вы к нему обращаетесь если вы к нему обращаетесь от него тоже если вы к нему обращаетесь и если вы понимаете что мы перед богом от мала до велика от мудрого до не очень от богатого до нищего все мы перед ним равны подумайте почему одним дано другим нет ведь смотрите женщины часто пускаются куда гадалкам гадалкам к экстрасенсам к для того чтобы заглянуть в будущее и для того чтобы ей оттуда принесли кое-какую информацию зачем мы это делаем зачем женщина опускается в такой так скажем такую авантюру жизни если мы все в обществе понимаем что все зависит от нас чтобы быть готовы к грядущим изменениям аааа угу да как мы мы полагаем что значит давайте так успокаиваем себя да успокаиваем себя верим в судьбу да пытаемся прогнозировать негативные мысли разрушают нашу жизнь да 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 все совершенно верно все мы это знаем и понимаем хорошо переносим ответственность правильно из себя выносим на как бы на судьбу полагаем вот у меня судьба судьбинушка такая несчастная боимся брать на себя ответственность за свою жизнь все правильно молодцы молодцы смотрите смотрите дело в том что вы все правильно говорите гадалка она может вам сказать может быть она там что-то действительно видит что собственно в языческом обществе и использовалась до тех пор пока не значит не вызвел институт духовного образования в котором присутствовала религия и через религию человек общество получало знания о том как влиять на свою судьбу как доверять богу как обращаться к богу и просить у него для себя некие блага понимаете о чем я говорю то есть из языческого времени во время вероисповедания когда человек научился понимать что от него и от бога зависит его будущее для того чтобы делать свою жизнь хороший счастливый человек обращался к богу просил у него блага и сам трудился на этом поприще вот собственно и говоря что на сегодняшний день наше общество наше общество лишено веры лишено понимания духовного роста лишено образовательной системы значит в своем духовном росте и развитии о чем это говорить вера слабая значит мы в состоянии язычества продолжаем свое бренное существование нам легче довериться тому чтобы кто-то заглянул в наше будущее и сказал нам как нам там будет хорошо или плохо а позвольте мне вам с вами поделиться некими такими секретами но это секрет никому не рассказывать что я точно знаю что на перспективу своего будущего мы можем влиять вот о чем я что делать женщина которая у гадалки берет информацию и получает ее что вот тебе дорогая значит не судьба у тебя там вообще обед безбрачия так вот все женщина запустила себе негативную программу и тихо умолча неосознанно ее выполняет придерживаясь всего тому что как ее запрограммировали но мы же знаем мы же знаем что от нас зависит наше будущее мы же знаем насколько мы можем влиять на это будущее вы замечали что в вашей жизни происходят ситуации в которых вы рано или поздно повторяется сюжет повторяется сюжет той или иной тех или иных отношений той или иной ситуации те же грабли совершенно верно хорошо как вы думаете почему вам значит жизнь посылает те же грабли для тех кто уже проходил эту тему в предыдущих не 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 пожалуйста не отвечайте я хочу урок не усвоен правильно как должен быть усвоен урок как вы думаете как должен быть усвоен урок чтобы мы его исправили как как должен быть усвоен урок что нужно сделать для того чтобы этот урок был сделан на пятерочку на практике да правильно на практике принять что принять счастливый конец еще какие версии как вы думаете для чего пройти по другому пути как пройти для чего измениться как измениться стратегию поведения как проработать ошибки вот наконец-то приходим к пониманию осознанно пройти свой жизненный путь понимая что со мной происходит и для чего по осознанно если мы осознанно проходим по пути понимая здесь ошибка здесь ошибка там неправильно себя повела здесь неправильно держала вот это я теперь знаю буду ли я делать те же самые ошибки в будущем а если я осознанно проживаю ситуацию болезненно проживаю ситуацию буду ли я проживать ее нет конечно правильно нет но что делают многие женщины они попадают значит в ситуацию где роман их просто и они вместе с этим романом или с этими отношениями просто сравняли их с землей что делает женщина немного окрепнув она вступает в следующие отношения и повторяет такой же роман почему зачем женщина в итоге кричит я наступаю на те же грабли почему она наступает на те же грабли потому что не осознает что с ней происходит не до конца не осознает что это ошибочные действия что и женщине не хватает знаний знаний красный свет куда пошла смотри машины ходят чего ты идешь красный красный девушка остановитесь куда вы идете трудно понять почему потому что нет знаний нет знаний как вы думаете почему у нас жизненная ситуация приводит по таким жестоким урокам которые мы так и не хотим признать и осознать почему мы на них смотрим как на наказание испытание я однажды никогда не забуду наше гордыне упрямство правильно а никогда не забуду как одна муха упорно билась в стекло разгонялась через всю комнату набирала такое значит со всей скоростью и силы и билась и билась и билась а рядом была открыта форточка причем не маленькая вам не кажется что мы делаем так же в своей жизни мы разбиваемся в кровь дверь тут дверь которая нам закрыта вот вот какие мы упорные в борьбе о чем это говорит это нужно вот этот закал вот этот скажем энергию в мирной цели постановка и вот и вот и и же они не все и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok